мы наконец в самый последний день работы выставки амфибии в эколого-биологическом центре добрались до выставки и хотим посмотреть что же происходит сегодня выходной последний день и кроме того выходной но для нас сделали по счастью исключения мы пришли целой группой целое собрание любителей амфибий и лягуни жопцов и прочего и хотим все-таки увидеть бразильская рогатка аурита аурита нет это не аурита вы знаете я сразу хочу сказать что эта ошибка это конечно не аурита это карнуто потому что я удивился откуда же здесь аурита но вот цератофрис карнуто между прочим самка это очень интересно личинка ручейника но это к амфибия не очень имеет отношения но живностью связанные с водой более чем где у нас личинка ручейника про личинок ручейника мы с вами как-то говорили уже про эти интереснейшие существа которые строят домики из подсобного материала причем из любого ага вот вижу личинка ручейника сейчас вам покажу из камешков из хвоинок из кусочков древесины даже из бусинок в искусственных условиях очень забавная личинка так личинка ручейника дальневосточная жирлянка где у нас вот они сидят вот сидят дальневосточные жирлянки к сожалению это темные среди дальневосточных жирлянок часто попадаются абсолютно зеленые особи очень красивые и жирлянка интересно чем мы сейчас не будем просить взять их руки но у них ярко-красный или у некоторых видов ярко-желтый живот которые в момент опасности они демонстрируют так кормим червягу да вот без меня кормят червягу ну-ка 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 кого чем кормят а серую жабу червями я решил что червяку кормят так ну что говорит нам что говорит нам серая жаба типичный представитель наших амфибий серая жаба не самому на кровлю ничего не поделаешь да ему тоже можно кровать кушать давай вот я смотрю как снимает дима каждый раз ему просто завидую потому что супер аппарат супер объектив который даже не требует света кстати у нас качество улучшилось после того как дима подарил нам аккумуляторы и мы стали пользоваться светом до этого у нас качество было значительно хуже так здесь посмотрели жабу жаба кормится жабих головастиков да я вот как раз немного жаба серая жабы очень интересные существа они очень интеллектуальные они узнают хозяев быстро очень привыкают жабы прекрасно все жабы наверное прекрасно но да серая наиболее банальный вид который встречается и в ленинградской области местами очень обычно а вот местами практически исчезла но мы знаем места где дождливую погоду приходится жаб переводить через дорогу ведь мы иногда занимаемся вот так помним да что язык у амфибий длинный и они выстреливают причем закреплен другим концом передним концом он закреплён за задний конец выбрасывается захватывая добычу и встягивая его озерная лягушка озерную лягушку знают все жители с центральной россии южной россии уже в москве вовсе водится озерная лягушка в ленинградской области озерная лягушка встречается в основном на юге талужский район это довольно редко но когда-то озерная лягушка была завезена в цепоко на крестовский остров и выпущена и вы знаете она здесь прижилась и вот этот экземпляр был пойман здесь это огромная лягушка реально такого вот настоящего южного астраханского просто размера но была поймана здесь в каналах крестовского острова так что здесь они тоже живут что интересно в хельсинки прямо в городе живут озерные лягушки хотя хельсинки находится севернее петербурга они не вымерзают благодаря теплому течению балтика не замерзает так здесь у нас пара мезотритон я не знаю какой было устали здесь пара мезотритон было устали ну я прямо удивлен давайте посмотрим вот пара мезотритон был устали до похоже но здесь вот мы показывали у цуканова да вы устали были но у него него они не имеют такой яркой окраски живота у них живот практически серым явно не хватает каротина у этого мы видим яркий красивый живот как должен быть вот так вот выглядит нормальный пара мезотритон так кормим озерную лягушку ну-ка красивые озерки один глаз видимо слепая полагаю только это позволило мне ее поймать на самом деле потому что потому что подобраться к ней практически нереально они очень громко поют на крестовке гертруда повернись она уже имя получила у нас отдельные штуки получают имена которые чем-то отличаются он был очень крупный на зрачка но мы снимали на самом деле будут фотографии нам присылала и хорошо снимали на отбытом стекле она просто свинячет ужасно сейчас понятно что не очень но гертруда наверно тебе не хуже чем в канале посмотрите она медняжка какой у нее глазик смотрите до какого она размера с этим глазиком подросла но я это не помешало не надо сказать что вот это единственный случай как мы ходили туда раз 6 выходили вечером с лаборантом слышали песни по крайней мере четырех самцов они очень громко поют и в принципе по моему не у них желатынь хохотушка да переводится нет это ридибунда ридибунда ну это озерная а это не озерная это озерная ридибунда так и переводится я просто по аналогии с чайкой значит это какое-то другое название мне у филимонов говорил что есть у них еще название лягушка хохотушка может быть хохотушка и счета да и потому что я сначала решила что это кряканье селезня такой ехидная очень когда услышала самцов вот в общем и целом практически в темноте вот 4 самца пели это сидела у берега и я просто даже не знаю каким-то по наитию и зачерпнула с очков и больше сколько мы не ходили с детьми вот дети видели еще как прыгали в воду самцы видимо по которые там сидели на листьях пили но мы даже головасти как вот сейчас не нашли зато мы черпали лак ротар на прошлой неделе туда ходили решили что наверное забрали вкусную самку и зарпали все размножение в этом году я конечно не думаю они они прижились и прижились но где-то они больше должны сидеть на таких на замкнутых за заросших водоемах больше любят смотри как высоко сверху ой 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 да и глазик ей совсем не мешает так пара мезотритон есть окинавский тритон я почему-то решил что здесь в основном наша фауна у вас а у вас просто все подряд ах такой ценность конечно наши наверное только чесночницу найти не смогли но она все таки единичными насколько я понимаю популяциями и совсем на юге где-то в Неверадской области да найти почти невозможно поэтому вот чесночность если бы кто-то нам дал из собственной коллекции ваш костя нам предоставил на выставку совершенно замечательных квакш все очень радуются они видят очень активно всем нравится они не прячутся и в общем преподаватели просто с огромным умилением потому что многие этих европейских факт когда-то держали по 10 лет они у кого-то жили в общем все были очень рады снова увидеть я знаю что константина они немножко и от металли может быть если инкубация будет успешный может быть мы получим коллекцию я бы с удовольствием отлично вот квакши обыкновенная квакши это конечно чудесная наша чудесная амфибия да очень активные активная работа по интродукции в природу там была огромная программа да на эту тему можно очень много говорить и они прижились наконец но правда правда они живут вместе с кем нет нет с бобрами они прижились только на речках где существуют бобровые плотины и только в районе бобровых запрут прижилась обыкновенная квакша вероятно более спокойная вода глубина заиленность позволяет ей перезимовать вот выводы такие были сделаны вот я знаю что сейчас работают с жерлянками ребята туда и наши тоже когда-то класс да 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 я в курсе эта программа больше 20 лет у них велась потому что когда-то они обнаружили в летописях записи 150 летней давности что есть в латвии лягушка зеленая которая ходит по кустам и 150 лет они не было никаких сведений ну соответственно они решили должна вернуться до нее возобновили так здесь шпорцевые лягушки причем это не просто шпорцевые лягушки обреались интересные шпорцевые лягушки видите какой у них живот это не привычная нам Xenopus levis это Borealis более мелкая шпорцевая лягушка и более яркая более яркая благодаря вот такому насыщенному желтому животу так ходим дальше кто у нас Даша Кондакова оформила шпорцевых лягушек естественно какие-то пособия обучающие вот земноводной ленинградской области потому что мы помним что это эколого-биологический центр и здесь все-таки все построено на образовании детей нужно воспитывать детей нужно образовывать они должны получать знания поэтому конечно есть стенды с информацией не просто террариумы так головастики серой жабы да саму жабу мы посмотрели а вот головастиков мы еще не сняли вот так вот выглядит головастики серой жабы которых можно увидеть сейчас во многих водоемах Ленинградской области европейская клакша вот как раз мы о ней говорили о изумительно вот она и сидит здесь вот смотрите вот наша древесная лягушка у нас несколько видов клакш живет в России есть европейская есть дальневосточная есть Шелковникова вот сейчас кармешка клакш будет селодерма Гордона но это мы давали на выставку вы это видели у нас не будем их искать это скрытные лягушки австралийская клакши где у нас австралийская клакши я ее не вижу ребята я смотрю через видоискатель поэтому не все сразу вижу но австралийки прячутся она а вот она огромная самка такая самка конечно однозначно огромнейшую девку вот кормление обыкновенной клакшей вот где-то где-то за кадром идет обсуждение витаминов освещения различных препаратов для животных довольно крупных сверчков они берут ой ну что будем держись вот так вот так амфибии очень легко привыкают если их кормить из рук они буквально через пару недель начинают понимать кто хороший что нужно делать когда появляется рука со сверчками а все нормально я вижу да мы посмотрели как это все происходит водонос привет привет он говорит что это у него квакает все время по ночам это запрыгивает ночи это ночи отлично это очень хороший 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 но если он ничьи если ничьи то все нормально конечно так бразильскую рогатку мы смотрели я знаю я знаю я уже сказал мы все забываем перемравить бумажку так вот хорошо знакомая нам маша оформила жабовидную квакшу смотрим вот так вот маша свою любимую жабовидную квакшу принесла на выставку чтобы все могли посмотреть насколько это красивая амфибия кстати здесь плохо видно вот видите такой бирюзовый оттенок на боках присоски на лапах у жабовидной квакши тоже бирюзового цвета более того когда она ест и открывает широко рот вы видите что слизистая оболочка тоже бирюзового цвета любопытная лягушка травяная лягушка это тот вид который самый обычный самый распространенный ленинградской области ну и вообще по северо-западу вот она это та лягушка которую все знают вот она такая буренькая лягушка которая бегает у нас по садовым участкам вот травяная в отличие от остроморды она почти не меняет окрас во время мрачного периода и головастики травяной лягушки здесь уже вышли лягушата вот сегодня кормила их вот точно да надо же как рано они вот уже крошечные лягушата вот так да очень быстро очень рано как травяная лягушка тоже кушать всех кормить да ну так вот время кормления астромордая лягушка знакомая нам если вы помните мы делали пару раз сюжеты про нерестящихся астромордых лягушек самцы у них весной во время нереста становится ярко-небесно-голубого цвета очень красивые если не видели то пересмотрите у нас есть сюжетик и на основном канале и на амфибийной лаборатории красоты невероятной просто вот ни одна тропическая лягушка наверно не сравнится с остромордами в врачном окрасе рудовая лягушка рудовая лягушка красивейшая наша лягушка тоже водится только на юге ленинградской области вот она вот она такая классическая классическая зеленая с черным лягушка очень лягушка-лягушка вот совсем когда человек говорит слово лягушка большинство представляют именно вот такую лягушку зеленую в черных пятнышках и вот такой формы действительно трудовая она совсем классическая лягушка ну-ка покажи как ты кушаешь еще и упрыгивает да так обратно кушать продолжать жрать развеселились первый раз развеселились дунайский тритон сначала обыкновенный тритон обыкновенные все уже пошли на сушу он сидят там наверху вот они да естественно они уже выходят уже время пробуем посмотреть вот вижу да их сейчас выставка закроется и они будут выпущены я понимаю и будут уже дальше продолжать свою жизнь на суше обыкновенный тритон проводят в воде буквально месяц только весной во время нереста потом выходит и живет на суше дунайский тритон раньше он был гребенчатым тритоном но потом гребенчатый тритон был разделен на несколько это самка старая и порядка одиннадцать лет ого ого что она дамов такая почтенная в возрасте да красавица двигаться зато принимает изысканные пузы за счет своего длинного туловища стройного вот такой крупный тритон а здесь а здесь испанский тритон всем известный иглистый его еще называют его еще называют иглистый или ребристый тритон очень крупный тритон который вырастает сантиметров до двадцати пяти вот там даже белый уже это морфные появились уже белые розовые какие угодно это вид который многие и многие десятилетия содержится в террариумах прекрасно живет чудесно размножается и видите уже даже морфы различные и шпорцевые лягушки ну безусловно как же без любимых наших ксенопус левис здесь розовые морфники тоже это лягушки которые очень давно были завезены в культуру из Африки использовались в лабораторных целях сейчас весь мир множество опытов ставит именно на шпорцевых лягушек но это и любимая аквариумная лягушка которая имеет множество морф они есть и белые и розовые и желтые и серые и природных окрасов но со шпорцевой лягушкой связана в общем история не очень хорошая вместе со шпорцевыми лягушками из Африки был привезен грибок хитридиум который продолжил свое шествие по всем континентам уничтожая амфибии и собственно привоз шпорцевых лягушек в террариумную культуру явился одной из причин уничтожения амфибии в мире тогда про это никто ничего не знал когда хитридиум и коза еще не открыли это продолжение стендов информационных ну вот собственно выставка невелика и сегодня людей на ней немного сегодня только мы компанией у нас Аксолотль, поскольку он у нас в акционарном аквариуме ну Аксолотль все время здесь живет все время живет, сейчас аквариум переделывается Светлана, два слова хорошо собственно здесь проходили выставки различных рыб причем по группам я понимаю там много выставок у вас проходит временных там в течение месяца, двух недель стараемся, да, три выставки в год в этом году было четыре в течение учебного года зачем? задача? ну задача показать разнообразие гидробионтов в первую очередь, поскольку мы все-таки кружок аквариумистики для детей это огромный плюс замечательная возможность потренироваться в оформлении аквариума самых разных мы делаем упор на биотопное направление потому что я считаю и в общем многие со мной согласны что лучше всего показывать животных по крайней мере попытавшись воспроизвести естественные фрагменты среды обитания в аквариуме и литератах так как они живут в природе не искусственные декорации, не замки с водолазами из пластмассы а то, что может дать представление о том, как они выглядят и как они себя ведут в природной среде обитания да, ну мы собственно если говорим о воспитательном процессе и образовательных каких-то вещах то естественно лучше естественная среда чтобы человек глядя на них понимал, что да, вот мы живем вот так эти живут вот так дети, которые я понимаю, они сами оформляют террариум и сами ухаживают собственно я оформила только террариум для жирлян а все остальное ну не считая флорариума, который оформляли наши московские друзья на конференции все остальное оформили дети нравится им это? ну конечно, они все ждут такой возможности прибегают, спрашивают, а может быть еще что-то оформить конечно нравится, это же творческий процесс много детей занимается сейчас? в аквариумистике у меня в общей сложности сейчас ну примерно 25 детей занимается потому что они есть старшие дети, которые приходят ну только работать по проектам которые занимаются уже 4 года 5 лет у меня вот например одна из моих старших учениц сейчас уехала в Китай с модельным агентством 15-летняя девочка вот и к сожалению в этом году она не сможет участвовать в биотопном конкурсе потому что заявки подают в июле но в прошлом году она сделала прекрасную работу с очень редким видом рыбы с речным волком и занятие аквариумистикой не помешало ей? нет, многие занимаются собственно и Маша ведь тоже когда-то занималась модельной группой сайтик который у вас понятно, посетители которые сюда приходят мне интересно мнение посетителей я понимаю сюда случайные люди наверное редко приходят нет, вы знаете, ну как случайные приходят, но они быстро становятся не случайными здесь есть, вот можно спросить наших сотрудников охраны они уже многим знают есть такой континент посетителей которые приходят сюда постоянно выжидая увидеть что-то новое и интересное они говорят у вас тут так здорово, так интересно приходят с маленькими детьми когда попадают на наше кормление очень радуются, тоже тут мои дети, малышам любят что-нибудь рассказать, если тут дети кормят ну в общем в целом какая-то такая жизнь образовалась вокруг наших выставок и постоянная экспозиция которая уже сама по себе привлекает людей которые хотят посмотреть на животных то есть польза есть, пользу вы видите и юнацкое движение оно живет живет и все-таки должно продолжаться ну разумеется собственно а кто что останется если мы не научим сейчас детей бережно относиться к природе необъяснимым вот эти важные принципы ну осуществования разных организмов нашего влияния на природную среду то что останется потом нашим внукам ой, а Бублик переехал, да? он же там был ну там у нас видите теперь скаты и стенки закончились, к сожалению мы вот думаем куда мы еще типа посередине ну посередине у нас временные выставки вот еще место где мы все стоим ну как-то так Бублик, кстати, будет есть будет есть банан уже говорят, что у нас соотношение воды и суши приближается к естественным это очень хорошо нет, я тоже считаю, что это хорошо тут есть и другие крошки лучше снимать сверху потому что так будет не очень видно вот так вот кушают гурами сейчас он немножко смутится он побаивается мужчин почему-то мой лаборант лаборант чистит его аквариум если я взглянусь я ничего с тобой не сделаю он наносит макакулечку и посередине возможно Бубель, что ты пошел смотреть иди сюда он пошел проверять что это за мужчина он расстрелялся от большой коллектива да ладно, никто тебя чистить не будет не переживай смотри просто свет сверху он не хочет всплывать на свет да, твой любимый бананчик иди сюда я вижу счастье в глазах смотри пища лови на опять свет нет, но у него есть свет сверху просто не такой яркий когда мы его снимали на выставке лабиринтовых как прошлой весной ничего, терпел высовываются по самые жеберные крышки я понимаю, что дубль нравится всем посмотрите ну вот, наконец-то отъел отъел а у меня здесь банты здесь банты здесь банты и так как точно встанешь на местном проспекте будешь просить и молодец здесь встал встал Надеюсь, что размножится со временем. У нас группа скатов хорошо размножалась, но потихонечку умер или примерно 13 лет было, когда они стали уходить друг за другом. Я помню их. Взрослые, да. Да, 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 я их помню. С крышками? Сейчас понесем их вниз. А там здесь и с крышкой. В общем, в целом. С крышкой, но не совсем. Смотрите. Скат там рыбки потут. Парочка северумов. Что еще? Икран осталось? Ну, буквально чуть-чуть. Вот они отметались, но уже похоже. Панак там. Цихлозомы? Ну, северумы, да. Угу, угу. На тебе одну таблетку, слава, раку, патруль. А я вот не помню, почему-то у меня в голове, что пеногор тоже живородящая рыба. Хотя могу заблуждаться. Какие-то суммы можем, наверное, отрасли, потому что я привозила от всех кетов, прошел только суммы. Нашему заводчику есть, по-моему, развернувшись. Вот, это неожиданно. Спасибо. Вот, и Иван Рудский из лаборатории этих инновационных технологий, они там бодрости разводят. Он нам посадил в ламинарию, саргасы, фукусы, на удивление, растут. Никто не верил, что будут расти, но кое-как они тут растут. В ламинарии это нормально растет, вполне. Кусается? Так, протоптер. Ух, какой огромный. Это рыба, которая... Это двойка дышащие рыбы. Это рыба, которая умеет ходить. Смотрите, у нее даже ноги. Это рыба, которая может ходить по суше, перемещаясь на довольно большие расстояния, а во время засухи впадает в анабиоз. Закапывается в грунт, создает капсулу вокруг себя и несколько месяцев спит. Так, сейчас посмотрим, насколько она злая. Ну вот, давайте походим по лабораториям аквариумистики. Кто сунет пальчики? Нет, я не буду. У меня пальчики мне нужны, я работаю все время ими. Мне без пальцев никак нельзя. Кто же будет с Масяней играть? Слон Виктором, Мася. Иди сюда, злая рыба. Свет тоже все стесняются. Нет, это нормально. Стесняется только пал. Понятно. Так. Сосали рыбку. Смотрите, руки. Сейчас пусть туда-сюда. Все продукторы, да собственно и лепидосирен тоже, они подолгу разжевывают добычу. Они ее то засовывают в рот целиком, то выплевывают такой слегка попорченной, потом заедают снова. Размягчают. Нет, я себе сверчков. Значит, буду наедать. Просто размягчают. В чем-то. А еще он крот немного, потому что он слегка. Я крота пока не видела, крота я вам покажу особо. У нас тут два крота суперкрутые. Вот так. Свинячат. Свинячат, да. Воду мутит. У меня дети требуют, чтобы в этом аквариуме жил большой. Ну, в смысле, не посоил. Почтевный продукт. Вашему протоптору 30 лет уже, да? Нет, ну, этот еще жабры. Этот, да, а старому? Ого. 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 Лаборатория кружка, тоже везде аквариумы. Различные рыбы. Лаборатория кружка. Ого. Засунь туда пальцы порой в песке, только с большой осторожностью, деликатной, если они яйца закопали. Вам, наверное, не очень интересно, учитывая отсутствие, а вообще мы мраморных раков как кормовую культуру держим, а она очень вкользительная. Вот у меня, когда вздуло вот того почтенного протоктора Бурова, у него задняя часть туловища всплывала. Вот он, 30-летний протоктор. 30-летний наш протоктор, его зовут Макусаил, дети к нему только на вы обращаются. И это правильно. Почтенное животное, абсолютно спокойное, в отличие от этого большого, то есть характер абсолютно другой. С другой стороны, с возрастом становишься мудрее, наверное. Ну да, когда он всю жизнь среди людей. Ну, вот такая вот штуковина у нас, наверху, если там раз делается биотопный аквариум, такой, ну, 30-летний звень. Мало и мало, обычно вылезает подышать только. Так, и на раках он перестал всплывать? Он перестал вздуматься, то есть, видимо, там что-то прочистило. Ну, видимо, какой-то был участок, в котором газообразование в кишечнике шло, как я предполагаю. Потому что никто толком не знал, ни Олег Николаевич, ничего мне не мог посоветовать. Ну, в общем, как бы, никто с этим не сталкивался. Мы уже с детьми массаж ему делали, думали отмассировать пузырь как-то. Ничего, пока мы не начали его кормить ампуляриями и раками. Хитин. Да, хитин, и вот за месяц у него все прошло, как рукой с ним. А я уже, честно говоря, боялась, что мы его потеряем, было очень жалко. Черепаха, мягкотелая, альбинос, трионикс, сидит, закопавшись в грунт. Только голова торчит, смотрите. Вот так вот, вот так он перемещается. Вот черепаха, надо же. Ну, собственно, да. Вот таким вот образом содержать хорошо, когда он может залиться целиком. Достаточно мягкий, гладкий песок, но он бы, конечно, более мелкий песок ему предоставил. Потому что, в общем и целом, они, конечно, взаимные в водоемах, такие вот, совсем. Тогда будет очень много грязи. Так что это, можно сказать, компромисс между декоративностью и потребностями животных. Гречной волк. У волка бывают вот такие, когда его кормят приходы. Когда он начинает бодро носиться по аквариуму. Видимо, это, ну... От радости. Я предполагаю, что это... Тут те же корни имеет, что и навязчивое движение, например, хищников клейков. То есть, у нас вот песец был в рижском зоопарке, который стабильно перед кормежкой шел на охоту. Это был вот постоянный вот этот круговец. То есть, когда его кормили, он шел с охоты с куском мяса в зубах. И точно так же... Пройти определенное расстояние. Возможно, да. Я не знаю насчет этого, потому что в принципе, конечно, булки это засадники. Но, тем не менее, он вот так себя ведет каждый раз. Вот оно, кроме счастья. В каждой клешне по мотылю жизнь удалась. Замечательно. Ну, так вот он запрятывается, когда пугается. А, вот отшельничек интересный. Вот сейчас он выйдет. Вроде бы ракушка и ракушка. А внутри рак. Потихонечку поднимется. У нас тут есть один, который бойкий, который даже за пальцы хватает. Я бы старалась с того, который... Не знаю, спозник какой сейчас. Ну, их тут трое. Причем, сидят они у нас с ноября с выставки ракообразной. Вот это, наверное. Еще не линяли? А, меняли ракушки, я им даю. Что, видимо, линяли. Вылазит. Да, мам. А, вылазит, встает. Поднимается. Поднимается. Ну да, вот. Да. Который постарше полез. Покрупнее. Сейчас. Раки-отшильники хорошо живут в террариумах, но у них бывает проблема с винками. Им сложно подобрать раковину новую. Поэтому всегда должен быть большой выбор раковин, чтобы он выбрал ту, которая не нравится. Да, ну вот эти переселились в раковины рапанов, свои подбрасывали. Они были вот в таких ракушках один. По-видимому, применялся с кем-то из предыдущих раков. Угу. Ну, раковин мы используем много, потому что у нас есть две колонии, ракушка в их он прогулась. Парень, не щипает, он сам по себе. Цыплючий. Да. Вот, подходящее слово. Так ты не щипал, он просто цыплючий и очень лазающий. А этот вам... Забавные существа. А этот стесняется. При том, что они бывают же очень крупные. Да. Покоряем? Я видел в кулак размером ракушки. Ну, смотреть прямо скажем не на что. Ну, это тот самый ползун, по которого феокрас писал, что он вылезает на дереве. Собственно. Правда, это не правда? В общем и в целом, но на суше вылезать может. Очень глазастый. Ну, очень глазастый. Такая мординка. Так, я вот ему покажу. Да, его можно. Снимался он, так что он в курсах. Сейчас вам так и подключим. Ну, такая вот штука. Странная. Ну, а на басах я скажу, что я встречал гуляющих по тропинкам во время дождя. Да? Они действительно гуляют. Они тоже так делают. Вот есть вот, когда у меня Аня делала алкварь, по нему там много довольно было информации, что какой-то найден, например, в цепочке следов стада, где цветы коров заполняются водой. Ну, то есть они явно пришли. И они туда уползают, видимо. Явно пришли. А на басах просто вот по тропинке идет сильный дождь и идешь и по тропинке, причем там в полукилометре от реки совершенно спокойно их встречаешь. Да. Ну, вот такой. Этому лет восемь, наверное. Красивые аквариумы, несмотря на то, что это лаборатория. Ну, я бы не сказала, что прям красивые. За этих у нас руки доходят меньше. Вот заветы, с помощью студентов мы их приведем в порядок. Вот так вот. Вот так вот. Вот щуки. А я уберу козу, сейчас хочешь? Ага, ой, да. Щуки не крупные пока, но у меня их очень любят лаборанты, я надеюсь, что мы все-таки... Раскормим. Да, да. А, я знаю, на козу. А? Наверху, который? Нет, нет. Калики. Вот я тебя стою открытым напротив растительного стыдуков. Да, там два калика. Трагонка покормила. Ну, и я вдруг заметил чудесную актинию с амфиприонами. Как-то я все мимо прохожу. Вот это вот огромная актиния, в которой живут амфиприоны. Мультфильм Немо, конечно, помнят все. Вот они. Даже вот для нашей огромной компании сейчас будет чай. Так что мы переключаемся на чай. Вам показали много, наверное, интересного. Какую-то информацию вы получили, что-то просто посмотрели, полюбовались. Это прекрасно. Горлом вылез. Тим, смотри, какая штука. Горлом вылез полностью. Дайте горлу мы еще посмотрим. Если пробьемся потом, будем горлом. Говорит, что как только я вхожу в кабинет, что он никогда не изрывается прием. Все. Нас много. Пока. Музыка. 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 Музыка.